В новый микрорайон в Постниковом Овраге переехали жить уже тысячи самарских семей. Среди новоселов и семья Деменчук. Молодая мама Вера уже задумывается, куда через 4 года пойдет учиться сын. Детей в микрорайоне очень много. Мест в школах не хватает уже сейчас. И когда вырастут все малыши, просто им некогда будет идти. Поэтому, конечно, обязательно нужны еще школы. Потому что микрорайон новый, детей много. И очень много малышей. Через дорогу от высотных домов 58-я школа, где ни одной свободной парты. В этом году набрали целых 5 первых классов. Всего же в две смены здесь учатся более 1200 школьников. Из просьбы принять ребенка родители из новых домов приходят почти ежедневно. Демографическая ситуация в области за последние годы улучшается. Это плюс. А мест в школах уже не хватает. Особо острый вопрос стоит в Октябрьском районе Самары. Мы в этом плане не одиноки вместе с родителями. Руководитель области Николай Меркушкин приложил максимум усилий, чтобы передали территорию и недостроенное здание селовой структуры на улице Врубеля. Это по соседству с областной станцией ЮНАТОВ. То есть сейчас готовится проектная документация на строительство школы. Новая школа сможет принять более 800 учеников. Чтобы в будущем подобных проблем с нехваткой мест не возникло, необходимо пересмотреть проекты планировок новых микрорайонов в Самаре. Об этом говорил губернатор Самарской области на встрече с главой города. Впервые за несколько десятилетий в регионе начали строить новые школы. В этом году в областной столице уже открыли два учебных заведения. Одно на почти 1400 мест в Крутых Ключах, второе в Волгаре. А в декабре начнет работу первая школа в Южном городе. Всего же в ближайшие 8 лет на строительство и реконструкцию школ в Самарской области направят более 33 миллиардов рублей. На эти деньги планируется построить и реконструировать более 60 школ. Еще три сотни зданий отремонтируют. Эти возможности – результат участия региона в федеральной программе. Реализация задачи, которую поставил губернатор. Программа будет работать до 2025 года включительно. Начнет работу с будущего года. Выделяется правительством 2,8 триллиона рублей на это. Это огромные деньги. И несмотря на все сложности, все равно эта программа утверждена. Программа позволит создать более 50 тысяч новых мест для школьников. И планируется, что к 2025 году все дети будут учиться только в первую смену и в отремонтированных школах. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.